26 лет прошло с тех пор, как последний советский солдат покинул землю Афганистана. Но память о тех, с одной стороны, спорных, но однозначно скорбных событиях до сих пор жива в сознании людей, будто война закончилась вчера. И, несомненно, мы помним об этом благодаря воинам-интернационалистам, которые смогли вернуться и которые не перестают рассказывать нам из первых уст о том, что такое оказаться вдали от дома, взять в руки оружие и идти воевать. Вот эти уроки учат чести, любви к своей стране, в первую очередь, любви к своей земле, к своему народу. Наши уроки, которые проводятся у нас постоянно в историко-культурном центре, они учат именно любви к родине, гордиться памятью своих предков, которые отдали свою жизнь за наше счастье. И чтобы мы росли такими же достойными защитниками, как и они. Уроки мужества в историко-культурном центре в городе Видное проходят регулярно. Сюда приглашаются школьники, как мальчики, так и девочки, чтобы люди, когда-то принимавшие участие в различных войнах, рассказывали им о непростом времени – войне. Сейчас эти молодые люди живут в спокойное время и, благо, не знают, что такое война. Но если забыть историю, забыть о подвиге солдат, то можно прийти к повторению того страшного времени. Пример – события, разворачивающиеся на Украине. Поэтому так важно рассказывать подрастающему поколению обо всем, что было, чтобы в нашей стране в будущем не случилось подобного. Потому что это неотъемлемая часть истории России, то, что это было. И не знать это, это, по-моему, глупо. Это надо помнить. В завершении встречи школьники зачитали письма невернувшихся с поля боя солдат. Мама, не надо зря лить слезы и оплакивать меня. Я не вечно ушел служить, а всего лишь на два года. Зря не волнуйтесь за меня, я обязательно приду. Крепко-крепко целую. Ваш сын Сергей. Через два дня солдат, написавший это письмо, погиб. Зал опустел. Они ушли. Но унесли в своих сердцах скорбь и благодарность по тем солдатам, которые попали на беспощадную войну. И если эти школьники пошли домой к родителям, то те юнцы отправились познавать иной мир.